События сегодняшние – отголоски прошлогодних нововведений. С августа 2014-го ужесточились требования к материально-технической и образовательной программам автошкол. Выполнить их на практике оказалось под силу далеко не всем. В итоге специальное разрешение от ГИБДД в областной столице смогли получить только 29 школ из более чем трех десятков. Причем многие из них необходимые документы оформлять не спешили. Пострадали в итоге сами ученики. Автошкола набирает учеников, затем вступает в силу данные поправки в законодательстве. И автошкола не может допустить учеников к сдаче экзаменов, пока она не будет соответствовать указанным требованиям. Есть пример одной такой автошколы, когда ученики были набраны в октябре прошлого года. И ввиду этих сложностей, возникших у автошколы, они смогли сдать на права, к сожалению, только этим летом. Но им еще повезло. Десятки волокжан, заплатив за обучение в одной из автошкол, учебный курс так и не прошли. Хотя ее директор, рассказывают полицейские, учеников успокаивал. Мол, волноваться не стоит. С целью создания видимости и исполнения условий договоров, директор автошколы организовал проведение нескольких занятий по курсу обучения. Однако вскоре по разным причинам стал их отменять. После этого, как мужчина перестал отвечать на телефонные звонки слушателей, они обратились за помощью сотрудникам полиции. Сейчас 44-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. И не исключено, что это не последнее уголовное дело в отношении руководителей вологодских автошкол. Принятые год назад поправки мировынуждены, отмечают инспекторы. Ведь в последнее время качество подготовки водителей резко снизилось. В погоне за прибылью в школах сокращали часы теоретической и практической подготовки. Последствия такого обучения потом отражают сводки дорожных ЧП. Самая резонансная в этом году авария на Вологодщине, в которой погибли шесть человек, произошла в августе под Череповцом. Предполагаемая виновница 24-летняя девушка права получила только в марте этого года. В целом, согласно статистике, за последние месяцы количество ДТП по вине начинающих автолюбителей в регионе стало сокращаться. В том числе, благодаря вступившим изменениям, уверены в самих автошколах. С новой методикой, которая 5 ноября в силу вступила, у нас качество подготовки улучшилось. То есть, часов больше практики стало, а так они сдают лучше. С первого раза практически второго. Разобравшись с автошколами, депутаты Госдомы теперь планируют взяться за тех, кто права уже получил, но опыта пока не набрался. Новичкам в первое время могут запретить управлять машиной мощностью больше 100 лошадиных сил. Или, например, ездить быстрее 70 км в час. Ну а тем, кто сейчас только собирается учиться вождению, в ГИБДД напоминают про свой официальный сайт. Там можно проверить, имеет ли выбранная автошкола все необходимые документы. Евгений Осколков, Игорь Трифонов, Новости Вологды.